Этому пожаре еще две недели. Пламя пошло от окурка у дороги и буквально за полчаса уничтожило шесть соток живого леса. С начала месяца в Васичевском лесхозе произошло больше двух десятков пожаров. Из-за жары хвойная подстилка сухая, как труха. Лесной пожар вспыхивает от малейшей искры и разгорается в считанные минуты. Лесничие говорят, горят рощи почти всегда из-за человека. Хотя сегодня и запрещено въезжать в хвойные лесообласти, желающих отдохнуть на природе это не останавливает. Шлагбаумы, запрещающие знаки, стенды с предупреждениями не помогают. Уже нет ни одного участка леса без следов былых пожаров. Практично нема такого, где не горело. Практично весь лес, можно глянуть, сколько стоим, сколько его видно. Практично кругом я обгорел. Вот она сгорела, уже все. Дерево, можно сказать, практически сегодня горело. Можно сказать, что через месяц уже можно его... Лесничий показывает молодую траву, которая успела подрасти на пожарище. А вот для деревьев даже самый маленький пожар убийственен. Желтый, где-то не желтый, слабенько зеленый. Хотя это уже, можно сказать, они сухие уже. Вот хвоя осыпется и будет стоять вот так. Вот это одно только, что их может спасти. Это суцельная санитарная вырубка и восстановление культуры. Лесничий ежедневно обходят хвойные участки. А всю территорию хозяйства осматривают с 30-метровой вышки. На ней установлена камера кругового обзора. Оператор управляет техникой дистанционно. Вот он тут чуть-чуть и начинает его сразу видеть на заверном ходе. Клубы дыма ищут из воздуха. Ежедневно в небо поднимается этот Ми-2 – авиационная охрана лесов. Вертолет облетает все чащи области. С высоты в пару сотен метров хорошо видно, откуда поднимается дым. Патрульные приближаются, чтобы оценить, насколько опасно возгорание. Вертолет облетает место пожара. Наблюдатель сообщает о нем диспетчеру на землю. Оно было не опасно для хвойных насаждений. Через речку, в принципе, не перейдет. Но на всякий случай там будут дежурить люди. И не допустят, чтобы огонь, искра перенесла на хвойный лес. Раньше вместе с наблюдателями летало несколько пожарных. Небольшие очаги патруль гасил своими силами. Сейчас лесная авиация вынуждена экономить топливо. Вылетают на небольшом вертолете, куда 3-4 человека едва помещаются. В основном тушением лесных пожаров занимается наземная лесная охрана. Где-то процентов 90 она тушит. А где-то процентов 10, то уже, если лесная охрана не сможет справиться, если большие площади, тогда подключается НЧС. С начала месяца помощь спасателей лесникам понадобилась 8 раз. Все пожары случились вблизи человеческого жилья. Из тех 8 раз, это 100% были как раз на выходные дни. Это человеческий фактор, то есть это недотушенный костер, когда люди отдыхали, или это поджигание сухой травы. Лесники и спасатели в который раз напоминают любителям отдыха на природе о правилах пожарной безопасности. Заходить в хвойные леса запрещено до поздней осени. Нарушителям грозит штраф. Отдыхая в лесах лиственных, нужно полностью гасить угли, не бросать горящие спички, окурки, не сжигать сухостой. Хотя в конце этой недели в области прошли дожди, начиная с выходных, синоптика прогнозирует возвращение сухой и жаркой погоды в регионе. Андрей Кравченко, Борис Буцевич, Виталий Смачко, Алексей Калмык. Объектив неделя.